Прошелся слух, что будет выставка картин Пикассо. Никому ничего это не говорило. Тем не менее, привезли, и Эрмитаж предоставился на ряд залов, и там эта выставка открылась. Каждый зал, где были картины Пикассо, превращался в какой-то бурный клуб, где люди обсуждали между собой, толкали друг друга в бок совершенно незнакомые люди, говорили, вот обрати внимание, а как ты считаешь, что это такое, что это значит. В общем, это было какое-то очень живое отношение к этим непривычным для нас картинам. Ну и обратились в Эрмитаж какие-то активисты, из молодежи, разумеется, но такие достаточно просвещенные, с просьбой организовать просветительную лекцию или провести такую, ну, как бы учебную экскурсию, вообще, чтобы рассказать, что к чему. На что был получен отказ. Причем почему отказали? Сегодня я знаю почему, тогда никто не объяснял почему, потому что сами недостаточно компетентны. Тогда решили обратиться в библиотеку. Причем не на Невский угол Садового, в главное здание, а там, где это было возможно еще тогда тоже, где читальные залы студенческие, то есть на фонтанке. И там дали согласие, пожалуйста, приходите, обсуждайте здесь. И в какой-то день туда пошли, ну, конечно, это были не тысячи, это было, наверное, несколько десятков человек. Пришли, а там пустота, никто ничего. То есть они просто не подготовились к этому никак. И вот тогда там решили, вот эти самые люди безымянные, а раз так, будем обсуждать на улице. А где? Ну, раз это искусство, то будем обсуждать на площади искусство, однозначно. И вот так по цепочке передавали друг другу, что вот тогда-то и тогда-то. А тогда-то это было 21 декабря. Вот, слушайте, целая жизнь прошла, я помню хорошо, когда это было. 21 декабря. Вот, собираемся на площади искусства и будем там беседовать про Пикассо. Ну, 21 декабря, как мы знаем, темное время, самое темное время. Так что уже предусматривалось, что это будет в темноте. Есть еще запомнить, что это тот сезон, когда и в филармонии концерт, и в Михайловском или Маломоперном театре спектакль. То есть люди идут в определенном направлении. Разумеется, задерживаются и спрашивают, что это вы тут собрались. В общем, народу было много. Я встретила там несколько знакомых. Я была человеком общительным, у меня много было разных. И поближе, и подальше знакомых. И все ждали, что сейчас кто-то возвысит голос и начнет что-то рассказывать. Площадь была без памятника Пушкина. Памятник был заложен, но еще не поставлен, еще не было его там. Так что в сквере там можно было собираться сколько угодно. Но чтобы выйти на площадь, подойдя к площади, надо было пересечь проезжую часть. А никак невозможно было, потому что маршировали солдаты. Там все время шмизы, вот такие, то ли учения это были. В общем, короче говоря, вот такой способ был придуман властями. Потому что, ну вот только пройдет там, не знаю, взвод части, не знаю, как назвать, допустим, там 20 рядов солдат пройдут. Вот хочется шмыгнуть, идет следующее. Довольно долго они так ходили. Безоружные, ни на кого не нападавшие, никого не хватавшие, но реально державшие таким образом эту площадь в таком режиме. И тогда пустили по цепочке такой клич. Идем в дом художника на улице Герцена. Там как раз сегодня обсуждается осенняя выставка. Каждую осень художники выставляли свои картины. А потом когда убирали обсуждение, вот сегодня как раз обсуждение осенней выставки. Пойдем туда, там и будем разговаривать. И достаточно много народу так и двинулось. Так что довольно большое шествие на Невский, до улицы, значит, Большой морской сейчас. И до этого дома, по-моему, 38. Валились сюда, к великому удивлению, гардеробщицы, которые не в состоянии принять бы настолько пальто, сколько появилось людей. А дело-то зимой, никто без пальто не пришел. Короче говоря, они только сдали, сколько могли, сколько еще набросали рядом целую кучу верхней одежды. И поднялись наверх. Там спокойная такая идет выставка, идет обсуждение этой выставки, такое застойное болото. Так казалось, потому что мы там кипели все, нам не дали. Я не знаю, какое золотое слово хотел кто-нибудь сказать, по-моему, тоже никто толком не знал, но не дали же вообще. Так что и выступала, из каких глубин памяти надо вынимать это все, такая милая, интеллигентная девочка, Юлия Красовская, которая сказала, что она пришла сейчас с площади искусств, где хотели обсуждать выставку Пикассо, что такой возможности у нас не получилось. И вообще что-то такое, это напоминает вообще ракчеевский режим. Вот она сказала эти слова. Вот она выражала свое возмущение, но выражала его очень такой, на сегодняшний день, чтобы сказать, хорошей, интеллигентной форме. Это ей дорого стоило, между прочим. Ее задержали, ее посадили, ее продержали 10 дней в заключении, искали вдохновителей, искали организацию, которой не было, и никаких хвостов не нашли, и ее отпустили. А в каких-то инстанциях, не знаю, партийных или государственных, говорили о том, что это контрреволюционное студенчество решило таким образом отметить день рождения товарища Сталина. А у него действительно день рождения 21 декабря.